МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пётр Порошенко подписал закон о национальной безопасности. Документ предусматривает ряд ключевых изменений. Теперь за оборону страны будут отвечать 15 ведомств, среди которых Минобороны, СБУ, Госпогранслужба, МВД, разведывательные органы, спецслужба транспорта, миграционная служба, ГОСЧС и другие. СБУ получит новые полномочия для контрразведывательной защиты, борьбы с терроризмом и противодействия разведывательно-подрывной деятельности. Также будет заниматься охраной государственной тайны. Расходы на безопасность и оборону Украины составят не менее 5% в запланированного ВВП. Это интеграция Украины в европейские структури, повернение Украины до родины европейских народов, европейский политический, экономический, безопасный, правовый, простир, аж до набуття членства в Европейском Союзе и в организации Північно-Атлантичного договора. Вечером 5 июля на улице Гризодубовой, 54, это частный сектор Киевского района, произошел взрыв в автомобиле «Ауди». В машине находились три человека, один из которых – гендиректор фармацевтической компании «Здоровье» Александр Даровской. Все получили незначительные повреждения. Около автомобиля находилось трое потерпевших – водитель, охранник и генеральный директор компании «Здоровье» Александр Даровский. Как они сообщили, перемещались по улице и прогремел взрыв в задней части автомобиля. Александр Даровской возглавляет компанию «Здоровье» с 2002 года. В 2014-м баллотировался в народные депутаты по 169-му округу. Выехала патрульная полиция, которая находилась рядом с местом происшествия. Установила, что действительно на месте находится деформированный автомобиль и трое людей в состоянии шока. Прибыла следственная оперативная группа, руководство Главного управления национальной полиции. Как сообщил Бех, в автомобиле обнаружили воронку и взрывное устройство неизвестного типа, части которого изъяли следователи. Следующие действия продолжают. Потерпели в наданной медицейской помощи. Уголовное производство открыто по статье «Покушение на убийство». И в фармкомпании «Сам Даровской» от комментариев по данному происшествию отказываются. Юлия Белая, медиагруппа «Объектив». В операции по спасению юных футболистов в пещере в Таиланде принимал участие харьковчанин Всеволод Коробов. Последние 8 лет мужчина живет в тайском городе Пхукет, где работает инструктором по дайвингу. В 20-х числах июня 12 детей и их тренер пропали в пещеру Тхам Луанг Нанх Нон. Из-за линии туннели затопило грязной водой. Когда на 10-й день детей обнаружили, потребовалась помощь дайверов. Чтобы добраться к юным спортсменам, Коробов вместе с другими участниками операции преодолел сложнейший трехкилометровый участок. Сейчас специалисты разрабатывают план эвакуации. Дети продолжают оставаться на небольшом отрезке суши. Им доставляют еду и питьевую воду. Сезон дождей продлится до октября. Поэтому не исключено, что дети проведут в пещере еще несколько месяцев. В Харьков прибыл первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук. Председатель облгосадминистрации Юлия Светличная встретилась с представителями организаций по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стороны обсудили актуальные проблемы при фронтовой области Украины. Сегодня разом с первым заступником миссии ОБСЕ в Украине, паном Олександром Хук, мы говорили несколько вопросов, которые касаются безопасной складовой. Потому что шесть районов Харьковской области межуют из Российской Федерации. Это 300 километров с пельного кордона. И еще шесть из Донецкой и Луганской области. Это дополнительно 350 километров линии напряжения. Юлия Светличная рассказала, что в конце 2014 года многие страны не рекомендовали своим гражданам посещать Харьковскую область. Каждую неделю в области происходили чрезвычайные ситуации. Диверсии, взрывы, раскачивание ситуации, массовые акции. Однако уже к середине 2015-го все ограничения были сняты, поскольку область уже стала безопасной для посещений. Также во время встречи с представителями ОБСЕ обсуждались вопросы внутренне перемещенных лиц. Официально сегодня зарегистрировано 126,5 тысяч внутренне перемещенных лиц. Они имеют доступ к социальной инфраструктуре, к области инфраструктуры, а также используются всеми этими пельгами и всеми возможностями, которые на сегодняшний день используются все граждане Украины. Потому что мы имеем возможность дать этим людям возможность чувствовать себя на территории области, как дома. Александр Хуг напомнил, что 21 марта 2014 года по приглашению Украины страны-участницы ОБСЕ откомандировали в страну 10 мониторинговых команд. На сегодня в Донецкой и Луганской областях находится 600 наблюдателей ОБСЕ, а в Харьковской их 9. Также Хуг напомнил об основных задачах миссии ОБСЕ – мониторинг и диалог. Если вы посчитаете необходимым, мы приглашаем вас пользоваться задачами нашей миссии. Я имею в виду конфликты и вопросы, связанные с внутренне перемещенными лицами. Мы знаем, что когда-нибудь наступит конец конфликту, и ваши гости, которых вы любезно принимаете здесь, вернутся домой. И действуя на опережение, мы можем помочь установить диалог, поскольку мы присутствуем как здесь, так и в тех местах, откуда внутренне перемещенные лица прибыли. Павел Велицкий, Медиагруппа «Объектив». Добраться в Донецкую область с комфортом. На Южной железной дороге по маршруту Харьков-Красный лиман вывели модернизированную электричку. Ее отремонтировали на Киевском электровагоноремонтном заводе. Я еду на замки. Электричка дуже гарна. Дуже гарно вечером освещение. Сверху на электричке написано на голове, откуда и куда электричка. Ну, нам дуже нравится. Электричку 1986 года выпуска полностью обновили. Как снаружи, так и внутри. Также провели ряд технических усовершенствований. В частности, оснастили современным светосигнальным оборудованием и электронными маршрутными указателями. Данный маршрут, он всегда пользовался спросом пассажиров, для вывоза пассажиров на Донецкую дорогу. С Донецкой дороги он скоростной. У нас по Южной дороге он идет у нас с остановками только по станциям. По Донецкой дороге он идет с остановками по всем остановочным пунктам. Данный электропоезд у нас курсирует в 10-вагонном исполнении для удовлетворения пассажиров и для свободности перемещения. Целые двери, отремонтированная система вентиляции и новые, более удобные сидения. Путь длиной в три часа в таких условиях кажется не столь и утомительным. У вас свободно? Обновленный транспорт пользуется большой популярностью среди пассажиров. Все прекрасно. Если бы так было всегда, это вообще лучшим коммунизмом. Ну я зашел, я думал вообще, что в рай попал, что в Венгрию, что в Словакию. Очень и очень. Ну такие условия, конечно, хорошие. Чисто, хорошо, комфортно, светло. Управлять обновленным составом удобно и легко, рассказывает машинист Виталий Мазий. На железной дороге мужчина проработал больше 14 лет. Говорит, предусмотрели все, даже освещение в кабине. Чтобы глаза машиниста и помощника не уставали в пути, установили специальную зеленую лампу. Капитальный ремонт прошел замечательно. Нас все устраивает, все отлично. В планах железнодорожников уже в сентябре пустить по маршрутам Харьковской области еще один обновленный состав. Всего же до конца года на Южной железной дороге будут курсировать три модернизированные электрички. Также проводятся текущие ремонты поездов. Благодаря поддержке Укрзалезницы и поддержке его область администрации ежегодно мы направляем по 5 электропоездов. Если взять по Харьковской области, то у нас парк электропоездов, 28 электропоездов. И по 5 каждый год мы проводим через завод. Железнодорожники рассказывают, стараются поддерживать чистоту и порядок в вагонах. Тем более берегут обновку. Как долго в комфортных условиях будут ездить пассажиры, зависит только от них. Ирина Сайко, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив». Верховная Рада приняла новый пакет законов «Чужих детей не бывает. Часть вторая». Он касается усиления ответственности злостных неплательщиков. Теперь должникам будут начислять пеню 20%, если задолжали за год 30% за 2 года неуплаты. Тем, кто не платил алименты 3 года, придется отдать на 50% больше. Если же у должника нет ни денег, ни имущества, общественные работы. Уклоняешься от общественных работ до трех лет тюрьмы. Он так и сказал, потому что он нашел себе другую девушку. И она сказала, что тратишь деньги на меня. То есть туда уже ты ничего не носишь, ты ничего им не должен. Если хочешь, я тебя рожу. А этот ребенок нам не нужен. Ирина Черкова не могла добиться выплаты алиментов от своего бывшего мужа около 10 лет. Женщина рассказывает, что как только на службу Константину приходил исполнительный лист, он менял место работы и все начиналось сначала. Ирина Ужесточение ответственности поддерживает. Как только позвонили с исполнительной службы, сказали, что арестуют все имущество, и там вплоть до уголовного дела, у него сразу нашлись и мой номер телефона, и деньги. Первый пакет законов «Чужих детей не бывает» заработал 6 февраля этого года и принес результаты. В сравнении с 2017-м сумма взысканного долга по области увеличилась в три раза. Статистика такая, что 92 миллиона за полгода мы уже стягнули. И это факт, это реальные деньги, которые получили дети. Безусловно 13 тысяч борожников, 50 миллионов это были те, которые не сплачивали руками. Одним из первых громких дел в Харькове стал арест салона «Сезон и красоты». Его владелец задолжал своему ребенку 25 тысяч гривен. На следующий день после ареста имущества долг был погашен. Действительным оказалось и ограничение выезда за границу. До нас после принятия этого закона обратились люди, не ждали, когда мы обмеживаем их выезду за кордон, когда они не сплачивали алименты, но самостоятельно хотели погасить свою заборгованность. Так вот, с деемом выявился засыпь обмежения укуривания транспортными засобами. Согласно второму пакету законов «Чужих детей не бывает» добавляются новые санкции. Это запрет работы на госслужбы на руководящих должностях, автоматический арест денег и имущества и возможная уголовная ответственность тех, у кого долг более шести месяцев. Клиенты госслужбы реагируют на нововведения не всегда адекватно. По началу, рассказывает Татьяна Егорова, были сложные ситуации, особенно у должников из социальных низов. Мобильные группы выезжали до них безусловно на домовки, бачили весь безлад. Дуже много, когда они были в алкогольном состоянии. Вызывай мусоров, у меня в хату зашла, я по голове. Я тебя спущу с лестницы. По новым правилам, тот из родителей, с кем после развода остается ребенок, сам решает вопрос о его выезде за границу на срок не более одного месяца. Представители общественной организации «Батька Мая права» выступают против этого пункта. Это открывает большое поле для манипуляций, потому что в законе указано до месяца. Но если заехать с ребенком в Украину и сразу же выехать, пойдет второй месяц. И так можно ездить очень бесконечно. Игорь Бернадин – это почти уникальный случай в отечественной юриспруденции. Суд первой инстанции и апелляция оставили сына с ним. Основывались в том числе и на желании ребенка. Теперь Игорь принимает активное участие в защите прав отцов. По его мнению, вторая часть законов не регулирует добросовестное выполнение своих обязанностей родителям, проживающим вместе с ребенком. Папа, даже если регулярно, систематически, в полном объеме платит алименты, то ему препятствуют в общении с собственным ребенком. И механизма предотвращающего этого в законодательстве нет. Сегодня в Украине почти всегда дети остаются с матерями. Однако, говорят эксперты, после того, как развернулась настоящая война с должниками, возможно, ситуация начнет меняться. Экономически выгоднее может стать жить вместе с ребенком. И отцы начнут выигрывать суды, чтобы дети оставались с ними. И тогда слово «алименщик» может поменять свой род. Впрочем, для госорганов это не имеет значения. Наша, взагалі, основная миссия, основная миссия – это достукаться до свидетельства каждой дорослой людины, что, если вы уже решили стать родителями, вы должны понимать всю ответственность, что прошлых детей не бывает. Смысл алиментов, подчеркивают в Минюсте, помочь детям, а не наказать одного из родителей за развод. На этой неделе в Украине стартовала вступительная кампания. В этом году поступление в университеты будет проходить так же, как и в прошлом, через электронную систему. Со 2 июля абитуриенты регистрировали личный кабинет и уже в скором времени будут подавать заявления в УЗы. Валерия Брагилевская, 16. В этом году девушка окончила школу, сдала выпускные экзамены в ИНО. Теперь Валерия намерена поступить в высшее учебное заведение. В Каразино на каждом дне открытых дверей была, но документы я туда не подаю. Собираюсь подавать в Харьковский институт строительства и архитектуры, в экономический и в Бекетово городского хозяйства, в маркетинг, международные отношения и публичное управление и администрирование. В этом году подать заявление в УЗ можно только в электронном виде. На сайте именобразования опубликована подробная инструкция. Валерия создала свой аккаунт системы в первый же день регистрации. Сюда я вводила сертификат ЗНО, свою фотографию, оценки свои за 11 класс, средний балл считала и контактные номера телефонов. А как ты просчитывали средний балл? Данные абитуриента в Минобразовании заверяют, в этом году подобных проблем не будет. Мы нарешті забрали цю базу з приватних рук, і вона тепер є власністю держави. Разом з тим цього року є ще один нюанс в цій базі. Ми її вперше сертифікували відповідними сертифікатами КЗЗІ для збереження персональних данин. Среді інноваций установлений минимального количества баллов 150 по биології і хімії для поступлений на три медицинские специальности – стоматології, медицина, педиатрия. Також в этом году будуть применять коэффіценты, які умножають на общий результат абитуриента. Для Києва це один, для харьковських университетів – одна і дві сотых. За пределами райцентров коэффіцент выше. Сільський коэффіцент, він як був так минулого року, так і залишається. Лише необхідно зазначити, що він збільшений для тих абитуриентів, які вступають на спеціальності сільського господарського або аграрного напряму. Цей коэффіцент діє на рівні 1,05. Якщо абитуриент, який закінчивав школу у сільській місцевості, для нього також є окремий коэффіцент – це одна цілих дві сотых. Для каждой спеціальності определили об'язательний перечінь предметів. Рані вузи самі выбирали, по яким тестам в НО зачислять. Ми дали однакові предмети, два однакові предмети і один на вибір з двох на одні якісь спеціальності. Я вважаю, що це дуже добре, тому що зараз дитина може, вибираючи якусь спеціальність, чітко вступати в кілька вищих навчальних закладів і не буде мати оцих проблем з предметом. В цьому році действують сертифікати в НО 16, 17 і 18 років. Ісключенням стане іностранний язик. Можна використовувати тільки сертифікат за цей рік, поскольку змінили формат теста, добавили аудування. Також вмість творчих конкурсів на нього педагогічні спеціальності, журналістику і інші спеціалізації дизайна ввели творчі зачети. Там немає оцінки, там є – здав або не здав, склав або не склав. Тобто якщо ти складаєш цей заліг, то далі іде ретунгування і випробування за результатами сертифікатів ЗНО. Поступаючи на бюджет, абитуриент може подавати 7 заявлень на 4 спеціальності, а не на 9, як в прошлом. В то же время, количество заявлений на контракт не ограничивається. Не більше, ніж 4 спеціальності вони мають визначатися нарешті, тому що це теж було... Ну, воно вносило в хаос, не давало кофіцієнту корисної дії. Прийом заявлений через електронний кабінет буде проходити з 12 по 26 іюля. Для абитуриентів, які повинні проходити собеседування, творчі конкурси, здавати вступительні екзаміни – дедлайн 20 іюля. Рекомендуваних до зарахування на місця державного бюджету кожний заклад вищої освіти повинен опублікувати 1 серпня цього року. І відповідно до 7 серпня відбудеться зарахування на місця державного бюджету. Контрактників буде зачисляти до 30 сентября. Обучення на дневному отделі в Харкові обоється в 9-20 тисяч гривень за год, в зависимости от вуза. За очко стоят от 4 до 15 тисяч. Одні з самих дорогих специальностей в Харкові – це стоматологія – більше 33,5 тисяч гривень і міжнародне право – 27,5 тисяч гривень. Для іностранних студентів цены ще вище. Юлия Бойко, Екатерина Курлат, Алексей Жучков, Медиагрупа «Об'єктив». В Харковському дні имени Бакариуса прошли торжества, посвящённые Дню судебного эксперта України. На мероприятии губернатор Юлия Светлична вручила госнаграду. Почётне звання заслуженний дейтель науки і техники України главному научному сотруднику інститута Ігорю Крайнову, а також почётные знаки отличия обл. администрації заслуженным сотрудником учреждения. Інститут имени Бакариуса сегодня известен не только в Україні, но і далеко за её пределами. В этом году НИИ стал членом наиболее весомой в Європі международной организации – Европейской сети судебных экспертных учреждений. Вы займаєтеся важливою справою, яка торкається всіх сфер життя. До вас звертається і з проханням надати не гіпотези або припущення, і з проханням надати науково обґрунтований висновок. За цим висновком стоїть професійна діяльність. На користь визнання нашого інституту як провідної наукової установи свідчить звернення Манчестерського університету Великої Британії організувати стажування аспирантів у нашому інституті. Здравствуйте, ви смотрите блок новостей экономики. В Харківській області повысилась зарплата, а на таможню простят оформление товаров. І подробні об этом. Средня зарплата в Харківській області превысила 7 тисяч гривень. Як подсчитали в Госстате, доход работників предприятий, учреждений і організаций регіона в мае составлял 7 тисяч 389 гривень. Це вдвое выше уровня минимальні зарплаты. Напомню, в апреле средний доход насчитывал 6 тисяч 985 гривень. Також, по данным Госстата, общий долг по оплате зарплаты на предприятиях области составляет 250 млн. За май сумма увеличилась на 45%. Президент Петр Порошенко направил в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс по налогу на выведенный капитал. Речь идет о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. В результате бизнес будет отдавать средства не в государственный бюджет, а инвестировать в развитие бизнеса. Налог появляется только тогда, когда предприниматель решил выплачивать дивиденды или закрыть компанию, поделив активы между собственниками. По словам Петра Порошенко, документ вступит в действие только, когда в бюджете Украины будут финансовые компенсаторы на оплату статей расходов. Потом, когда мы будем разом бить за то, чтобы привести этот закон, это не может быть лишь дело президента. Это должно быть дело нашей единственной команды. Тогда мы победим так же, как мы победили в том, что голосование и принятие закону про валюту. Вы согласны на то, что это будет наш общий бой за экономическую свободу Украины? Верховная Рада приняла закон о введении на таможне единого окна и упрощении оформления товара. Так все госорганы обязаны вносить в электронном виде разрешительные документы в систему «Единое окно международной торговли». Речь идет о фитосанитарах, ветеринарах, экологах и радиологах. Также на границе убрали радиологический контроль. Экологов будут вызывать теперь только в случае фиксации пограничниками превышения радиационного фона. Таким образом, на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут осматривать товары и за два часа принимать решение о пропуске или вызове профильных экспертов. Продолжаем блок новостей экономики. На очереди рубрика «Объективные цены» в обзоре «Моющие средства». При покупке вы можете сэкономить больше 3 грн. И в завершении курс валют от «Нацбанка». Доллар 26,43 грн, евро 30,95 и швейцарский франк 26,65. И на этом у меня все. Желаю вам хороших выходных и до встречи! В столице Украины активно восстанавливают инфраструктуру, в которую десятилетиями не вкладывали деньги. В этом году киевские власти среди приоритета выбрали парки, скверы и туристические объекты. По одному крупному парку в каждом районе Киева город должен соответствовать лучшим европейским образцам. Полностью обновляют освещение, систему полива, туалеты, перекладывают дорожки. В прошлом году в столице восстановили 302 километра дорог. Гарантия – 5 лет. Проблемы с покрытием, с работами. Подрядник за свои деньги гарантует отремонтировать всю дельту. Место гроши вытрачать не будет. При обновлении дорог не только перекладывают асфальт, меняют все подземные коммуникации, восстанавливают новое освещение, реконструируют пешеходные зоны, тротуары. За два прошедших года в столице капитально отремонтировали более полутысячи километров дорог. Евгения Петрова, Медиа, группа «Объектив». В саду Шевченко отлили чашу будущего озера и выложили щебнем аллеи. Эту информацию опубликовали на сайте Горсовета по итогам инспекции чиновников с участием коммунальных СМИ. Сообщается, что работы в саду ведутся круглосуточно в несколько смен. Вскоре на месте старого оврага появится трехъярусный водоем с зонами отдыха. Параллельно реконструится фонтан «Каскад». По информации чиновников, в саду установят новые скамейки, светильники, обустроят площадки для детей и зону выгула собак. За театром оперы и балеты начали строить дорогу, связывающую улицы Клочковскую и Рыморскую. Таким образом, в сад можно будет заехать и с Клочковской. Горсовете отмечают, что многоэтажный паркинг возведут за театром немного позже. Реконструкцию сада Шевченко обещают завершить ко дню города, а зоопарка через два года. Работникам Харьковского оперного театра обещают повысить зарплату в соответствии с национальным статусом. Об этом губернатор Юлия Светлично сообщила в ходе визитов на ТОП. С 1 июля у сотрудников театра будут повышенные тарифы ставки на 50-75%. В театре оперы и балеты подвели итоги 142. концертного сезона. По словам директора Олега Орещенко, он был очень удачным. В Хнатобе состоялось 8 премьер, которые посетило более 140 тысяч зрителей. При этом более 13 тысяч посмотрели концерты оперы и балета по льготным билетам. Собственные доходы театра выросли на 40%, доходы от спектаклей – на 23%. В учреждении провели капитальный ремонт, разработали инвестиционный проект реконструкции, модернизации сценического оборудования. Мы выиграли инвестиционный проект на 42 миллиона, именно благодаря тому, что Верховная Рада и бюджетный комитет Верховной Ради, увидев наш театр, поддержал этот инвестиционный проект. Во время встречи руководитель области передала государственную награду заслуженной артисту Украины, солисту-вокалисту театра Александру Лапину, Юлия Бойко, Александр Танашкин, Медиагруппа «Объектив». В Краснограде продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь можно проводить матчи международных соревнований. Получается стандартная площадка 20 на 40. И добавок еще станут дополнительно 100 для болельщиков. Типовой проект ФОКа разработали на Харьковщине. Он получил одобрение Минрегиона и может быть воплощен в других областях страны. В современном комплексе предусмотрены помещения для мини-футбола, баскетбола, волейбола, бокса, борьбы и других видов спорта. Такие ФОКи уже есть в Волчанске, Песочине и Первомайском. Такой будет у вас и у Золочевского района. Будет реализован. Я лично буду следить за сроками выполнения, потому что финансирование из госбюджета мы добились, оно есть. Лейбольное, баскетбольное. Даже если будет время заниматься большим теннисом. Будут другие секции, на которых дети будут бесплатно ходить. На объекте уже сделали фундамент и приступили к монтажу каркаса здания. Готовятся к строительству административно-бытовых помещений. Сейчас будет достроено еще два этажа. Это будут вспомогательные помещения, в которых будут расположены раздевалки, туалетные комнаты, тренажерные залы. И, возможно, какие-то подтрибунные, ну и бытовые помещения. Зал, который на данный момент мы видим у меня за спиной, это самый большой зал из всех залов, которые построены в Харьковской области. Мы хотим перекрыться и уже в августе месяце начать отделочные работы. Завершить строительство ФОКа в Краснограде обещают до конца года. Елена Нагорная, Медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова